Добрый день! Перед вами представлена установка дозирующая модель МДП-200Л. Особенность данной модели в том, что ее можно встроить в любой узел, где вам необходимо совершать розлив жидкого продукта. В себя она включает пневматические колпана для ограничения движения флаконов, опускающиеся сопла для розлива продукта без проливания, а также инфракрасные и оптоволоклонные датчики для точной настройки под любой вид тары. Давайте, пожалуй, начнем, и вы все сами увидите. Как вы видите, машины не начинают свою работу, пока не подойдут последние два флакона. Сейчас мы вам продемонстрируем. Ну а теперь давайте более подробно рассмотрим саму панель управления. Управление установкой МДП-200Л осуществляется при помощи сенсорного дисплея. Дождемся загрузки операционной системы. Итак, загрузка завершилась, начнем работу. Есть два режима работы. Основной и наладочный. На дисплее есть индикатор состояния системы. Нажав кнопку «Пуск», машина переходит в автоматический режим работы. По его завершению необходимо нажать кнопку «Стоп». Также присутствует счетчик-флакон. В режиме наладки мы можем настраивать и калибровать отдельно каждый насос. А именно скорость розлива и его дозу. Рассмотрим на примере насоса 1. Вы видите, что в меню настройки насоса мы можем выбрать тип дозирующей головки, тип шланга, согласно европейскому стандарту. Также можно выбрать режим работы насоса, объем наполнения и время наполнения. Здесь же осуществляется калибровка дозы, где калибровка 1 – это желаемый объем, а калибровка 2 – это фактический объем, который вводится после тестового розлива и измерения при нажатии кнопки «Дозы». Для того, чтобы не было последней капли, введены дополнительные два параметра настройки. Это угол всасывания и скорость всасывания, который подбирается под каждый тип продукта индивидуально. Также есть функция основных временных настроек, включающих в себя работу пневматических клапанов и световых датчиков. Не будем вдаваться в подробности, это все описано в паспорте по эксплуатации данного изделия. В наладочном режиме есть ручные режимы работы каждого узла в отдельности, а именно дозаторов, сопел, входных и выходных отсекателей. Ну, пожалуй, на этом все. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok